Соседские пранки – это блюда, которые подают холодным. Белоснежные зубы – признак здоровья. А голубые? Какой необычный цвет у этой зубной пасты. Зубную пасту выжимаем из тюбика. Окрашиваем синим пищевым красителем. Разрезаем тюбик возле спайки. Перекладываем внутрь синюю пасту. Разрез оборачиваем пергаментной бумагой. И запаиваем горячим утюжком для волос. Я как будто целовалась с аватаром. Ну и бардак. Эй, красотка, тебе не кажется, что здесь не мешало бы и прибрать? Забирай это все. И это тоже. Лакричные конфеты выкладываем в ряд. Вырезаем форму подошвы. Смазываем пищевым клеем. И приклеиваем вырезанную по форме вафлю. Переворачиваем подошву. Из желейных полосок клеим перепонку. Эй, что случилось? Ммм, мой любимый вкус лакричные подошвы. Первое правило безопасности в душе – не поскользнись. Желатин разводим холодной водой. Заливаем кипятком. Перемешиваем. Окрашиваем пищевым красителем. И выливаем в плоский контейнер. Оставляем застывать. Из застывшего желе вырезаем форму подошвы шлепанца. Делаем разрез для перепонки. И вставляем желейную стельку в шлепанец. Обрезаем лишнее желе ножом. Повторяем на втором шлепанце. Этим желейным шлепанцам нельзя доверять. Что может быть полезнее свежего салата? Только свежий бургер. Отличная маскировка. Эй, этого здесь раньше не было. О, какой сюрприз. Нет, я не поддамся. Диета прежде всего. Эх, прощай, диета. Так, последний штрих. Фу. Пустой флакон от духов наливаем жидкость от комаров. Да, зато теперь соседка может смело гулять хоть всю ночь. Комары к ней и близко не подлетят. Кофе очень кстати. Как вкусно. В бумажный стакан наливаем кофе. Помещаем сверху прозрачную крышечку от пачки чипсов Принглс. Она становится как раз по размеру. Сверху доливаем кофе. Закрываем стакан пластиковой крышкой. Эй, в чем дело? А это еще что? Я тут ни при чем. Только что купила кофе за углом. Соседка разбрасывает свою косметику повсюду. Это невозможно. Но я знаю хороший органайзер из природных материалов. В силиконовую форму кладем бьюти-средство. Заливаем водой до половины. Ставим в морозилку. Когда первый слой воды застынет, заливаем второй слой доверху. И замораживаем. Сюрприз! Для твоей косметики наступил ледниковый период. Ну надо же, это татуировка с именем лучшей подруги. Как мило. Что случилось с моей пудрой? Она что, растаяла? В пустую баночку от пудры наливаем гель для душа. Первый раз вижу, чтобы рассыпчатая пудра стала жидкой. Что это? Ширма для грязной раковины? А ну-ка, прибери за собой. И не смей распечатывать чистые тарелки. Девочки, затяните мой новый маникюр. Большую разноцветную лакричную конфету разрезаем. Отделяем оболочку и вынимаем сердцевинку. Разрезаем оболочку на части. Вырезаем форму длинного острого ногтя. Делаем лакричные ногти на обе руки. Фу, что она делает? Грызть ногти это уже слишком. Пойдем отсюда. Ха, зато диван теперь свободен. Остался последний кексик. Нужно поставить его на сигнализацию из лизуна. А сверху дополнительный слой защиты. Так-так-так, что здесь у нас? Лизун? Лизун? Фу. Но он что-то скрывает. Лети отсюда. Неожиданно, мой лизун вернулся. А вот это подойдет. Из волос соседки на полу уже образовался ковер. Ну что за ужасная привычка. Включаю звук стригущей машинки. Нужно прорядить волосы на затылке. Ай, остановись, мои волосы! Эй, это не мои волосы. А ну-ка, подмеди свои косы. Рапунцель. Попробуй накраситься моим бьюти-блендером. В шприц набираем клей. И наполняем бьюти-блендер. Оставляем застывать в течение нескольких часов. Пока бьюти-блендер не станет твердым. Ой, что за убойное бьюти-средство. Посмотри, у меня новый парень. Мы с ним переписываемся весь день. Просто отлично. Ну как там твой новый парень? Я как раз пишу ему. Эй, тебе тоже пришло сообщение? Не посмотришь? И еще одно? Так это была ты все это время? Прощай, соседка. На канале Вуху. На канале Вуху.